Приветствую вас. Я думаю, что склонен согласиться с позицией Кудрящева Игоря Леонидовича относительно вашего вопроса. И хочется, наверное, в своем ответе больше раскрыть эту самую позицию, чтобы вам, возможно, было более понятно. Итак, первое. Нужно провести четкую грань между тем, где вы находитесь, условно, а где находится мужчина, условно. То есть, значит, что делаете вы и что делает мужчина. То есть, это очень важный аспект, что делаете вы и что делает мужчина. И каждый из вас, вот она, каждый из вас делает то, что он считает важным, считает нужным и считает хорошим для себя. Итак, начнем, пожалуй, с того, что мужчины, по большому счету, являются визуалами. То есть, ну, практически всем мужчины визуалы. То есть, им нужно смотреть, как все происходит, да, то есть, именно на визуальную составляющую у многих мужчин, если не у большинства мужчин, значит, ну, завязана вот эта вот позиция восприятия сексуального контакта. Потому что, ну, у нас, если мы говорим про славянских, про русских мужчин, то это все-таки люди больше, которые воспринимают непосредственно, а нечувственно. Вот. Так сложилось исторически, что мужчины, опять, русские, славянские мужчины, они подавляют себе чувственность в большей степени, в большей мере подавляют свою чувственность. И, соответственно, поэтому им важнее смотреть. Это их возбуждает. Вот. Как и сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, вам, если вы своего мужчину, допустим, любите, если вы своего мужчину, допустим, принимаете и цените, то вам подобное его поведение нужно просто принять. В этом случае, что делаете вы? Вы пытаетесь человека подстроить, вот, себя, вы пытаетесь сделать так, чтобы он, ну, условно говоря, чтобы он так же себя вел, ну, вот, в отношениях с вами, да, так же себя вел. А, как вы. То есть, чтобы он так же закрывал глаза и чтобы он так же, в общем, проявлял наслаждение. По сути. А, понимаете, это не совсем правильно, это не совсем справедливо даже, не совсем уважительно по отношению к вашему партнеру, потому что он имеет право получать удовольствие так, как хочется ему. Потому что, ну, где, где люди наиболее, наиболее раскрытые, как не в сексе, да, ну, то есть физически я имею ввиду. Наверное, секс является одной из самых важных сфер для раскрытия. Я надеюсь, что, ну, что с этим вы спорить не будете. Вот. И, собственно, по этой причине, по этой причине, вам нужно определиться, вот, что вы хотите. То есть, готовы ли вы принять мужчину, готовы ли вы принять своего, значит, сексуального партнера, ну, вот таким, да. То есть, если вы себя чувствуете неловко, то это, опять же, скорее, ну, что-то вроде стеснения, может быть, подсознательного восприятия секса, как чего-то, ну, не знаю, как чего-то, может быть, грязного, грязного, как чего-то бастыдного, вот. Ну, судя по, опять же, тому, что вы описываете, да, потому что, ну, откуда-то у вас, ведь, такая позиция, позиция взялась, вот. Соответственно, с этими моментами желательно было забраться, вот. А мужчина смотрит на ваше, опять же, лицо, потому что так он держит с вами связь, так он достигает больше эмоциональной близости, потому что секс – это не только близость физическая, да, но секс – это еще и близость. Близость эмоциональная, чувственная, вот. И, соответственно, именно по этой причине мужчина обращает внимание на ваше лицо. Что касается, соответственно, того, что он смотрит, значит, на вас, когда вы доставляете ему наслаждение, то здесь, на самом деле, ну, на мой взгляд, по крайней мере, здесь все понятно, да. И, как, собственно, он и сказал, что весь карт заключается, вот, в том, чтобы смотреть. Почему это ему нравится, вот. Почему вам сложно принять то, что ему нравится, да, почему вам сложно принять то, что ему нравится. Это, ну, на мой взгляд, вопрос, вопрос, который нужно исследовать, вот. То, что вы себя неловко чувствуете, это, как и сказал мой коллега, следствие восприятия от себя и всяк – всяк – всяк, мужчины с детства отношения не имеют. Вот. То, что вы смущаетесь от себя, это стыдится, себя стыдитесь, вы чувствуете себя зажатой, может быть, даже закрепощенной немного. Вот. Это корректируется. Так. Дальше вы пишете. Вот он, как я сказал, что в этом есть кайф, а в чём кайф-то? Для него это кайф. И, как в любом сильном переживании, как в любом сильном переживании, излишняя рационализация здесь может только повредить. То есть, я бы не сказал, что нужно обязательно пытаться понять, почему ему это нравится. То есть, вот, на мой взгляд, это, ну, не нужно, не нужно, на мой взгляд, пытаться понять, потому что это может разрушить всю чувственную магию и всё наслаждение, если вмешается мозг, это вмешается интеллект. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, ситуация вот такая. И то, что вы пытаетесь понять его кайф, то есть, в чём, в чём, ну, в чём ему кайф, да, так вот. Мне кажется, что вы это делаете в большей степени для себя, потому что вы, ну, как бы, хотите подтвердить или опровергнуть, может быть, какую-то, ну, свою позицию. Вот. Какую-то свою позицию, какую-то своё, может быть, эм, ну, какое-то своё представление, э, какую-то свою установку и так далее. То есть, я не думаю, что можно, эм, до конца, вот, я не думаю, что можно до конца понять, почему люди испытывают эм, кайф, да, от того или иного. Что-то, вот, вот, я не думаю, что до конца эти вещи можно понять, вот. Потому что, ну, всё-таки, мы разные люди, вот. Но если у вас есть какие-то противоречия, если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то, ээээ, там, волнения опять же, что с ними, с этими аспектами можно работать, чтобы вас это не беспокоило, чтобы вас это не волновало, чтобы вы не переживали по данному поводу, чтобы воспринимали секс, просто как так. То есть, по крайней мере, это выглядит просто, как, знаете, как, ну, вашей такой позиции, то есть, попыткой понять человека, да, попыткой понять человека, чтобы подтвердить или провернуть свою повидцию, какую-то. Вот. Я не думаю, что это справедливо для вашего мужчина. Вот. Тем более, что, судя по всему, он такой достаточно чувственный, ну, то есть, для него психологический контакт достаточно важный. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Далее, далее. Человек наше зло пишет, что он постоянно спрашивает во время секса, нравится ли, мне всё хорошо. Вы делаете из этого вывода, вывод, что он меня не чувствует. Он вас чувствует, но, опять же, в сексе нужно разговаривать. Это нормально. Общаться с секса. Поэтому, если вам кажется, что мужчина вас не чувствует, это, опять же, скорее, какие-то, ну, какие-то сомнения в себе. Понимаете? Вот. И с вашей самодвенкой в таком случае, естественно, нужно работать. Может быть, у вас нет страхи какие-то, может быть, что-то ещё. Что сделать, чтобы ему всё нравилось и то, что было хорошо? Слушайте. Ну, я думаю, что, во-первых, ему всё нравится, иначе бы он с вами не был, иначе бы он с вами не стал. Вот. Это первое. Второе. А зачем? То есть, вот, чтобы он, так как вы, опять же, так как вы себя вёл, так как вы себя чувствовал, чувствовал, что это ваше состояние? Или как? То есть, вот здесь, как никогда, проявляется то, что вы стараетесь вот как-то под, ну, под одну гребёнку, да, грести его, ну, в том числе и его. То есть, я не думаю, что это, опять, позиция, продиктованная вот именно вашим желанием доставить ему максимальное наслаждение. Потому что у людей говорят, что он изберёт кайф. Вот. В целом, я полагаю, что вам нужна работа, собственно, с принятием себя и с освобождением от чрезмерной интеллектуальной нагрузки во время, во время секса. Возможно, это тревожность. Ну, то есть, вы тревожитесь. Возможно, это проявляется не только в сексе с вашим сомнениям в себе, но и в жизни в целом. Вот. И тогда, соответственно, поработав над этим, раскрыв это, мы могли бы освободить вас не только сексуально, но и во всех сферах жизни, вы бы чувствовали себя более, скажем так, свободно. Вот. Что, безусловно, было бы тоже весьма неплохим результатом для вас. Вот. Ну, и тут, решать тут, конечно, вам. Дальше, значит, ну, собственно, все вопросы о сексуальном характере, интимного характера можете, а можно обсуждать со своим партнером, но в этом нет ничего плохого. Вот. И этот факт, что это у вас первый мужчина, ну, говорит о том, что у вас, может быть, нет опыта достаточно в сексе. Вот. И что у вас есть какие-то предрассудки касательно секса. Вот. А ничего в этом, опять же, страшного нет. Вот. Вопрос, вот, ключевой вопрос, почему вы смущаетесь. Почему и из-за чего вы смущаетесь. На мой взгляд, вот на этот вопрос нужно ответить в первую очередь. То есть, вы пытаетесь понять мужчину, понять его кайф, но это не то, не то направление, в котором вам нужно двигаться. Вот. А вам желательно двигаться в сторону понимания себя, возможно. Вот. И тогда вы увидите, что каждый человек по-своему видит вот этот вот так называемый кайф. Вот. И что это, ну, как бы, обсуждать, да, обсуждать. Именно обсуждать. То есть, даже не обсуждать нормально, а вот пытаться понять, чем именно, это скорее вред, чем польза. Вот. Так что, надеюсь, что вы для себя выводы сделаете какие-то, вот, и вы работаете над собой, вот, выбрав эксперта, которому вы доверитесь, которому я обсуждать. Вам главное, вам имеет смысл провести совместную терапию с вашим мужчиной. Ничего в этом, опять же, страшного нет и быть не может. Вы себя поднаете, вы поднаете своё тело, вы поднаёте сексуальные отношения. Вот. То есть, тут вам, опять же, просто нужна какая-то помощь. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.